Всем привет! Сегодня 1 июня. Московская область. Первый день лета. Я вас всех с этим поздравляю. У нас чуть потеплело, но передают целую неделю дождь. Я хочу вам вкратце показать цветники. У меня их три штуки. Начну я с этого миксбордера. Я его создавала весной 2020 года. Он располагается вдоль фасада дома и вдоль всего этого забора. По краю высаживала овсяницу и выращивала ее из семян. И в этом году у меня выпало два куста, потому что они замокли. На них лежали глыбы льда. Но я высадила свежую рассаду. Тоже выращивала в этом году из семян. Два кустика высадила. Разрастутся, сравняются. Все будет хорошо. Это ковер из чабреца ползучего. Здесь новинка. Я убрала свою метельчатую гортензию пересорт и высадила сюда Вимс Ред. Гортензия эта новинка в этом году покупала. Там у меня располагается крупнолистная гортензия. Высадила также лабелию. Здесь разные цвета. Розовая, белая и синяя. Синяя уже зацвела. Такая красавица. Кустики очень маленькие, потому что у нас холодно. Вот только, наверное, второй день, как пришло тепло. Это листеница пендула. Единственное, что я не могу понять, что вот такое у меня на веточках. Первый раз у меня листениц сколько? Пять штук в саду. И вот на одно единственное. Вот такие как будто шишечки. Я смотрела это как заболевание на форумах. Перечитала все болезни листениц. И я как выяснила, что это все-таки не заболевание. Похоже на шишки. Но такое у меня впервые на листеницах. Не знаю, кто подскажет, что это такое. Это, знаете, как вот веточка. Идет хвоинки хорошие, но нормальные. И вот такие вот шишки. И дальше опять идет хвоя. Что это такое, не могу понять. Вам поближе покажу. Так, кто знает, напишите, пожалуйста. Не могу разобраться, что это. Это тоже штамповое растение. Сосна призимовала отлично. Дает хорошие приросты. Небольшие, буквально по сантиметров 5-6. Буду прищипывать на днях, чтобы крона красивая была. Сейчас со стороны вам покажу. Это отчетки, сидумы растут. Здесь по краю я высаживала лаванда. Усколистые. В этом году у меня она выпала. Также она вымокла, потому что на ней лежал снег. И вот, видите, новые кусты. Это молодые кусты я рассадила. То есть у меня был самосев. У меня много вообще в саду лаванды. Больше уже 60 кустов. Поэтому есть что рассаживать. И я высадила. Вот здесь у меня куст выпал. Видите, новая посадка. Это старые. Ему уже по 4 года. И здесь лаванда усколистная белая. У меня была белая иния. Она выприла вся. Вот в этом году у меня лаванда тяжело выходила из зимы. Это все новые кустики. Это обычная классическая лаванда фиолетовая. Вместо белое посадила. Вот так. Белой лаванды, в общем, у меня уже нет. Хорошо вышли из зимы хосты. Эти хосты я покупала от фирмы Поиск Корневищем. И они отлично вышли. Так. Это сангвинарии я вам показывала. Тоже уже созревают. Персик, уходи. Созревают уже семена. Вот где были цветочки, образуются вот такие коробочки. И там мелкие, даже не сильно мелкие, средние, такие круглые коричневые семена. Вот так она размножается. Тоже седумы. Метельчатые гортензии. Вышли у меня отличные из зимы. Выпадов вообще не было из метельчатых. Это лестницы на штамбе Стив Виппер. Хвоя сизо-зеленого цвета. И смотрите, я увеличила штамп за счет того, что подставила бамбуковую палку сюда, довольно-таки толстую. Подняла одну из веток. Вот так. Сейчас они смотрят немножко вверх. Потом они приобретут плакучую форму. И будут вот так, она распушится и будет каскадом спускаться. Увеличила я ее на 3 метра. Сейчас я вам издалека покажу. Вот. Таким образом. Сейчас смотрится как такая палочка, но ничего, она распушится. Будет плакать. И поэтому будет, я думаю, что красиво, такой каскадный. Так, это хаутюния выходит. Вот таким образом. Кто будет сажать хаутюню, смотрите, она расползается. И не высаживайте ее с мелкими растениями. Потому что сила у нее роста очень мощная. И она будет мелкие растения, почему покровники там или какие-то цветочки забивать. Поэтому сажайте в ноги или крупным растениям. Или ограничивайте ее в передвижении по участку. Вот. Ну, под крупные деревья самое замечательное. Тоже метельчатые гортензии. Отлично. Я их, конечно, обрезаю. Это морозник. Такой у меня уже шикарный тоже. А здесь рододендрон. Вечно зеленый. Вот он у меня уже растет 2 года. Я его покупала 2-годовалым. То есть ему уже 4 года, но он не цветет. Листики нарастают. Я все-таки надеюсь, что на следующий год он у меня зацветет. Это сосны карликовые. Аквилегия уже. Красавица. Скоро-скоро зацветет. Я люблю аквилегии. Хоть это и простой такой прям цветочек. Но лист красивый. Куст красивый. И цветы. Это леатрис белый. Здесь в ножках высаживаю. Это расцвела. Смотрите, какая красота вообще. Это камнеломка. Я ее выращивала из семян. И вот такая она красавица белого цвета. Камнеломка Андерс. И тоже печаль. Печально. Это лаванда ускалистная. Mountain strain сорт. Мой самый любимый. И она практически не вышла из зимы. Знаете, как получилось, что из зимы она вышла хорошо. Отлично. Начала уже набивать почки. Ну, бутончики. Листики. И потом она замерла. Были вот эти заморозки. И она все погибла. То есть я вижу, что она сухая. Кое-где, видите, пробивается на веточках листик. Но это ни о чем. И я ее буду убирать. И здесь, видите, у меня палочки. У меня здесь самосев вот этой лаванды. Вот я вам покажу. Вот. Рассеялась. Я подожду, когда подрастет вот эта рассада маленькая. Видите, прямо ее здесь много-много. Это все лаванда. И уберу эти кусты и высажу здесь молодые. Я думала, что потеряла этот сорт. Но ничего, самосевом я ее размножу. Очень и очень красивая лаванда. Мантин-стрейн. Усколистная. Тоже метельчатая гортензия. Купальница. Скоро-скоро раскроют свои бутончики. Красивый куст. Здесь я высаживала тоже аквилегию. Выращивала рассады. Смотрите, какая она маленькая. Вот как я уезжала. Высадила ее такая. В таком размере она и осталась. Потому что холодно. Очень холодно. Этот морозник я привезла из Сочи. С деревни. Кизильник стелющийся. Это голубой тоже стелющий можжевельник. Можжевельник грим карпит. Очень он мне нравится. Смотрите, какие приросты у него. Светло-зеленый. А так он темно-зеленый и колючий. Очень и очень низкий. Можно использовать как почвопокровник. Замечательное растение. Не поднимается. Прям растет. Он ковром. Здесь у меня высажены. Это можжевельники. Blue roll. Выросли уже. С меня ростом метр шестьдесят с чем-то уже. Практически с меня ростом. Это чубушник высажен. Я его веду на ножки. Не видела я, как он цвел в этом году. Меня не было. Это забыла, как называется. Сейчас. Барбарис. Смотрите, я его покупала на распродаже. Очень. Я думала, что он в полумертвовом состоянии. За сто рублей. И смотрите уже, какой куст. А здесь на опоре высадила княжик. Вот такой красивый-красивый. Цветет уже. Три княжика покупала разных цветов. Белый, розовый и синий. И оказалось у меня в итоге три синих. Минджулип. Красавец. Обожаю этот можжевельник. Заказала еще один. Буду высаживать второй. Красавец. Приросты такие желтоватые. У него сам зеленого цвета. И очень красиво смотрятся. Баданы. В этом году очень-очень сильно цветут. Баданы уже отцветают. А здесь просто шапки розовые были. Прям массивно цветут. Здесь небольшой мискантус. Высадила лиатрисы. Тоже вышли хорошо. Это ельмаштамби. Тоже моя красавица. Смотрите, она голубого цвета. Приросты у нее. Такие цветы морской волны. Мягкие-мягкие. Вообще еле-то колючая. И штамп небольшой. Сейчас я отойду. Вам покажу. Издалека, как выглядит эта часть цветника вдоль фасада дома. Отмазки у нас еще нет. Мне тоже пишут постоянно, почему у вас нет отмазки. И вы сделали цветник. То есть надо было сначала отмазку, потом цветник. Вы знаете, отмазку вот второй год мы ее не можем сделать. И в этом году она вряд ли. А цветник у меня уже растет. Сделаем. Все будет аккуратно. Мне показала тоже красавицу, лиственницу. Это лиственница-корник. Смотрите, какая изумрудного цвета. Мягкая. Я ее очень-очень сильно обрезала. Создала ей форму шара. Потому что если ее не обрезать, она будет похожа непонятно на что. Ветки будут выстреливать, и она будет такая неаккуратная. Поэтому обязательно стригите и выстригайте здесь. Потому что здесь она очень сильно густо нарастает. Что рука даже не пролазила. Я ее обрезала. И так она теперь смотрится. Правда красиво, когда аккуратный шарик. Она и должна по форме именно быть шариком, а не размахайка какой-то. Замульчирована у меня все. Конская подстилка, я уже говорила. Так, здесь рассада альпийская астра. Видите, все как чахло смотрится моя рассада из семян. Потому что холодно. Высаживала ее маленькой. Здесь у меня очень-очень тяжело. Конечно, выходит в этом году, почему-то не знаю. Это древовидная гортензия. Прям вот никак, никак она... Что-то будет, я надеюсь. Это, если вы помните, я выращивала семян буловоносец. В прошлом, по-моему, году. Он выглядит вот так. В принципе, как овсяница. Но, знаете, я заметила разницу между буловоносцем и овсяницей сизой. Они тоже такого же цвета, сизо-зеленого. Но он, знаете, сейчас я вам скажу. Он... У него вот эти листья, они более жесткие, чем у овсяницы. То есть у овсяницы вы проходите, они как волосы. А вот у буловоносца, видите, даже вот заметно, что более твердые вот эти листья. Жесткие, можно так сказать. Так. Это вышло и зимы уже. Сейчас вспомню, подождите. Перовские. Также можжевельники Blue Row. Я их не буду показывать. Они у меня, видите, высажены вдоль всего забора. Ну, это, конечно, красавица. Уже начинает отцветать. Спирея. Вот такой же красивый куст. Когда была в самом цвету. Но это, конечно, спирея, когда цветет это целое зрелище. Фонтан белых цветов. Это аквилегия я тоже выращивала из семян. В этом году высадила. Вот такая малышка. Аквилегия серии Винки. Смотрите, дожди идут. И у меня растут грибы. Тоже метельчатая гортензия. С метельчатыми гортензиями вообще у меня проблем в этом году нет. Не поломала. Я их связывала. Все хорошо. Вот только с древовидными проблемы. Это я высадила бриет. Тут уже выращивала из семян с края. Это подушки из щебреца ползучего. Это та гортензия, которую я пересадила от фасада дома. Пересорт. Высадила ее сюда. Тоже перловский. Это кизильник блестящий. Тоже уже куст такой большой. Вообще его стригут. Но я не хочу. Хочу объем. Потому что у меня площадь большая. И мне нужно ее занимать чем-то. Вот сегодня, 1 июня, у нас только начинает зацветать сирень. Вот представьте. Вот она моя красавица. Этот сорт называется бифон. Очень красивая сирень. Она на штамбе. Идет, видите, деревцем. Не дает поросли вообще. Это беспроблемная гиацинтовая сирень. Запах великолепный. Цветет великолепно. Очень-очень красиво. У меня две сирени. Это сирень свитхард. Форма дерева уже немножко другая. Тоже на ножки. Но она дает поросли. Небольшую, но есть. Вот видите. Таких там 3-4 веточки поросли дает. Я это все вырезаю обязательно. Светхард. Замечательная, красивая сирень. Похожа чем-то на красавицу Москвы. Запах невероятный. Эта сирень гиацинтовая. Великолепный. И сам цветок. И аромат. Так. Дальше. Забыла, как называется. Буду подписывать, если что-то. Сейчас быстро не вспомню. Потому что снять хочу быстренько. Это лаванда тоже вышла из зимы. Все отлично. Сейчас я вам покажу со стороны. Это теневая камнеломка начинает зацветать. Вот у меня нежнятина такая. Вот так она выглядит. Это у меня небольшой розарий. Обрамленные розы. Здесь три розы высажены. Обрамленные они тоже кустами лаванды. Эти две розы вышли из зимы отличные. Смотрите, какие два огромных куста. И эта роза третья. Точно так же была накрыта на зиму. Но она вышла очень тяжело из зимы. Ведь мне низко ее пришлось обрезать. Но я думаю, что она отойдет. Высажены три розы. Желтая, красная и белорозовенькая. Перистая гвоздика. Туи. Две штучки шаровидные. Вот они. Это Ива Хакуро Нишики на штамбе. В этом году она хорошо вышла из зимы. Я ее не укрываю, ничего не делаю. Но уже когда весна наступила, почему-то несколько веток вот здесь засохли. И мне пришлось их вырезать. Я его обязательно стригу. Потому что если Хакуро Нишики не стричь, это что-то здесь будет у вас невероятно. Она будет такая размахайка непонятная. И что самое страшное, что если вы ее не будете стричь, это тяжело для прививки. Потому что вот она прививка. И здесь будет создаваться у вас парусность. И есть вероятность разлома. Поэтому обязательно стригите. Снеговая нагрузка. И вы можете потерять просто штамповое дерево. Я ее стригу. И вот смотрите, два раза за сезон я ее стригу. И как вот она все равно пушится. Уже начинаются ее великолепные белорозовые приросты. Когда они выйдут, я вам покажу. А зрелище тоже невероятное. Здесь также у меня высажены два веника. Красиво смотрится. Очень тяжело выходит из зимы вигела. Вот ничего. Отрастает. Все хорошо. Также княжек. Вот здесь я их два высадила. Они немножко разные. Тут как-то потемнее цветочек. А этот посветлее. Покупала три разных. Вот так. Это здесь на опоре. Ель. Я подпишу. По-моему, называется кракона. Тоже дает приросты. Неплохо вышло из зимы. Темно-зеленого цвета. А приросты салатовые. Тоже очень красивая. Вспомнила, как куст называется. Это лапчатка. Вот. Это одна. И вот там вторая. Она цветет желтыми цветочками. Сейчас вам покажу. Как раз уже один цветочек распустился. Вот такая лапчатка. Красавица. Так. Ну, пойдемте дальше. Это тоже шаровидная дуйка. Метельчатая гортензия. Это самарская лидия. Сейчас я вам покажу. Общий план. Это вдоль всего забора идет миксбортер. Также цветут баданы. По краю высажены хосты. Смотрите, сколько цветов баданы. Невероятно. Он так никогда... Я не помню, чтобы у меня так цвел бадан. Это просто уже цветочки засыхают. А здесь вот прям облако розовое было. Здесь у меня композиция из можжевельников голубых. Это туя смаракт. Обычная. Я ее поставила, так сказать, на штабик. Вырезала все веточки до развилочки. И здесь в виду подстригаю в виде шарика. Очень красиво смотрится. Вместе с голубыми можжевельниками. И голубыми тоже можжевельниками. Только вертикальными. Это гортензия. Метельчатая. А здесь по краю я высаживала тоже почвопокровники. Чтобы они мне закрывали землю, чтобы не росла трава. Там же и кусты лаванды. Тоже баданы цветущие. Я вам хочу показать самое, что интересно. Сейчас подождите. Покажу же. Это тоже пинки-винки. Это метельчатая гортензия. Высадила в прошлом году. Это у меня здесь на шпалерке растет глициня-блюмон. Вот так она сейчас выглядит. Она просыпается поздно. Не знаю, конечно, цветения. Наверное, я ее не дождусь. Но смотрите, как она поднялась. Очень хорошо до самого-самого верха. Пока растет. Зеленью заплетает мне все. Так, а это радость. Моя радость. Это пихта Северлок. Правильно я сказала? Силберлок. Правильно. Я ее высаживала тоже в 2020 году. Летом. Как сказал продавец, на тот момент в 2020 году ей было 3 года. Она у меня уже растет 2 года. То есть этой пихте 5 лет. Вот. И представляете, она дает мне шишки в этом году. Я когда увидела, это просто что-то великолепное. Вот такие шишки. Ну, красота. И вообще, я очень рада, что она мне наконец-таки выдала вот эти красивые шишки. Сейчас они смотрятся не очень красиво. Потом они приобретут вот этот свой великолепный оттенок. Фиолетовый, да? Фиолетово-сиреневый. Я вам обязательно покажу. Вот она лаванда. Вот. Видите, лаванда как выходит из зимы. Хорошо. А та все, уже погибла. Ну, ничего. Это выглядит часть цветника вот так. Опять начинается дождь. Я вам хочу еще же свои 2 цветника показать. Так. Этот цветник находится вдоль здесь забора тоже. По краю высажена лаванда. Буду сейчас быстро говорить, потому что дождь начинается. Это можжевельники. Я вам сейчас скажу, как называется. Так. Называется Old Gold. У меня здесь 2 розочки. Это по краю здесь я высаживала туя смаракт. Начинают набирать бутоны. Это декоративные луки. Это сорт Гладиатор. Я вам потом покажу. Это тоже невероятное зрелище. Ну, листья, видите, начинают желтеть. Что некрасиво у луков. Но вот это соцветие. С большой желтый теннисный мячик. Огромные шапки. Я вам это покажу обязательно. Хосты. Тоже здесь у меня 2 высажены. Это Барбарисы. Название этого не помню. Это Мария. Яркое пятно. Такое вообще издалека видно. Это луки, которые поменьше. Это белого цвета. Они не такие крупные, как Гладиатор. Также лаванда все по краю. Old Gold. И туя смаракт. Этому цветнику нет названия. Он без имени. А теперь еще пойдет цветник, который я создавала в этом году. И называется он Каменный цветок. Это Каменный цветок. По приезду все-таки некоторые растения у меня здесь погибли. Подмерзли. Мне пришлось их убрать. Потому что были заморозки. Убрала гвоздику перистую. Она не пошла. У меня здесь не знаю. Или почва ей не та. Или она все-таки подмерзла. И стала очень плешивая. И пришлось убрать. Вот здесь она располагалась. Я купила камнеломку розовую. И высадила здесь. Также купила 2 кустика колокольчика. Портеншлага Уайт Блаш. Он здесь зажит свел. Такими беленькими цветочками. У меня колокольчиков здесь много. И здесь я высаживала и свою рассаду. Это композиция из кактусов. Каменных роз. Почва покровников. Седумов. Хосты. Ну это все было у меня. Так. Почва покровники. Это Седум Драгонс Блант. Это я вам их тоже показывала. И в Миксбортере. Ривьера. То есть шаровидная. Там расположены лиатрисы. Я их очень люблю. Они мне нравятся. Зацвела герань. Садово многолетнее. Смотрите какая же она красивая. Красивый. Цветочек простой. Цвет великолепный. И еще и листва красивые. Вот такая резная. Будет куст. Вот он. Колокольчик. Это я то что купила. Недавно я посадила. Красивый. Это все растения мелкие. Вообще этот цветник у меня с мелкими растениями. Невысокими. Я так и хотела. Здесь нет крупных деревьев. Здесь нет крупных кустарников. Только вот такие очень много. Мочи почвопокровников. И цветочков таких тоже невысоких. Это аквилигия выращивала. Семен черный. Тоже низкая. Здесь я вам показывала. Цвела. Тоже. Это стелющийся можжевельник. Золотая звезда. Тоже смотрите. Какие приросты у нее. Желтенькие. Красивые. Гвоздика. Альпийская тоже. Это седумарина. Тоже приобрела. Два куста. Высадила. Седум сельского спирит. Куча покровников много. Чтобы закрыть мне землю. Чтобы не росла трава. Это ель. Литл джем. Смотрите. Тоже дает прирост. Чуть-чуть она у меня здесь подгорела. Нужно подобрать будет мне это. Все хвойные я обработала. Конечно. Препаратом. Абекопик. Также камнеломка розовая. Это камнеломка белая выращивала из семян. Моя. Хосту сюда высадила. Здесь тоже была высажена гвоздика перистая. Убрала. И высадила камнеломку и хосту. Это также каменная композиция из каменных роз. И почвопокровников. Смотрите. Какая красота. Такие розочки. Это такие гибридные, красивые. Покупала. Трава. Здесь у меня накида на это. Потому что обкашивали. Видите цветник. И попадает трава. Но я обмывала камень и растения. Но все равно трава есть. Также леатрисы там. Тоже погиб. Я не знаю погиб или нет. Но еле-еле дышит. Это чабрец. Вот такой маленький чабрец. И вот были заморские. Смотрите. Как подмерзло. Хотя зимы он, увы, я вам показывала, вышел вообще великолепный. Зелененький, красивый. Но вот этот заморозок почему-то, считаю, больше чем полкуста у меня ушло. Очень жаль. Мне очень нравится этот чабрец. Аквилегия. Смотрите, какая красавица. Покупала в этом году корневищем. Уже есть цветочек. Так, дальше. Показываю вам прям быстренько-быстренько. А то дождь. Здесь у меня Вероника First Chase высажена. И она не одна, конечно, по всему цветнику. Хоста голубенькая высажена. Также каменные розы. Это альпийская астра моя рассада. Тоже еле-еле идет. Поднялись лилии. Высадила тоже красивые. Там же также астра. Это розочка. Вот она миниатюрно маленькая. Это также цветет. Очень красиво. Камнеломка. Белая выращивала семян. Голубой селющийся можжевельник. Блюстар. Здесь в разбитом кувшине я высадила, конечно, это лобелию выращивала из семян. Смотрите, уже начинает зацветать. Она тоже здесь вся-вся разная. Альпийская астра. Это лаванда, которую выращивала семян в этом году. Новинка. Чистец шерстистый. Высажен. Сюда я также высадила из того цветника. Возле роз у меня росли два вот этих куста. Я их сюда посадила. Лилии тоже две штуки. Лилии у меня здесь белых. И две белых, и две красных. Это я поставила на штамп. Тоже, как в том же миксбордере. Ривьера. Туя. Смарагт. Шариком буду ввести. По краю плохо видно из-за вот этой травы, которая налетела. Это овсяница выращивала из семян. И вот она у меня высажена вдоль всего этого края. Вот так она выглядит. Я вижу, что она принялась. И сейчас она пойдет-пойдет в рост очень быстро. Вот такие маленькие пока. Тоже астроальпийская. Там леатрис. Почвопокровники тоже везде. Это пшанка шаловидная. Я на горку ее сюда посадила. Она, я вижу, что уже приросла. Смотрите, такие прям кочки. И она зарастет. Здесь и будет зеленая красивая кочка. Изумрудного цвета красивая. Это моя рассада колокольчиков. Она здесь по всему цветнику. Я уже вам ее всю не показываю, потому что они маленькие. Это я выращивала из семян в этом году обривету. Вот она. Вот так она, видите, здесь вот все-все вот так вдоль бревна этого высажено. И вдоль вот этого края. Вот она мне тоже нормально пошла. Это туя. Название всегда я забываю. Туя западная. Вот она. Желтый такой акцент тоже. Лаванда. Почвопокровники. Хоста. Это туя шаровидная даника. Сюда же посадила это камнеломка теневая. Вот здесь по краю. Лобелия здесь растет. Сальвия зацвела. Смотрите, какая красивая. Почвопокровники. И здесь камнеломка. У меня, если помните, здесь два горшка стояла с крупнолистной гортензией. Мисс Саори. Две штуки, вот две ямки. Я ее не высаживала. Просто в горшках. Ну, конечно же, она подмерзла. Ее никто не накрыл, не убрал. Вот. И я сейчас ее выхаживаю. Я надеюсь, что она у меня не пропадет. Будет очень-очень жаль. Вот так выглядит цветник. Где стоят палки. Это там будут штамповые растения. Хвойные, ну, карликовые, конечно, малыши. То есть здесь еще два-три растения еще будут досаживаться. Вот так выглядит этот цветник. Хочу вам показать красоту яблони. Я опять забыла название. Я вам напишу, как называется. Вот такая красавица. Это плакучая форма. Цветет невероятно. Очень-очень красиво уже. Ну, можно сказать, отцветает. Пик цветений уже проходит. Будут яблоки темно-вишневого цвета. Это я купила в прошлом году, поздней осенью, на распродаже. Так вот. Здесь тоже чабрец высадила. Все никак не досажу. Плохо прижился. Надо будет еще подсадить. Так, и хочу вам показать же еще шелковицу на штамбе. У меня их две. Одна растет вот здесь, в миксбордере. А вторую я высадила сюда. Я уже говорила, что шелковица просыпается очень-очень поздно. Тоже, видите, мускарики у меня здесь я высадила. И чабрец ползучий. И вот на сегодняшний день, смотрите, она только-только начинает просыпаться. И точно это не из-за того, что я ее пересадила в этом году. Это вот она сама по себе такая. В миксбордере ривьера точно так же. Вот здесь, сейчас я вам покажу, листик. Листик и сразу ягода. То есть у нее, по сути, появляются сначала ягоды, а потом уже она начинает зарастать листвой. Вот так выглядит. Сейчас шелковица. Она, знаете, декоративно смотрится и даже без листьев. Вот так красиво. Плакучая форма. Зимует хорошо. Я ее ничем не накрываю. Вот уже два года она у меня. Штамп небольшой. Здесь буквально метр, наверное, двадцать или тридцать. Не, метр тридцать, скорее всего. Вот. Если будет возможность, берите шелковицу на штампе повыше. Хотя бы два метра. Тогда она будет, конечно, красивее, потому что у нее плакучая вот эта форма. И листья прям будут у вас стелиться, как у меня, стелиться прям по земле. Поэтому приходится очень сильно обрезать. Из-за сильной обрезки теряется урожай. То есть она вызревает у нас. Это черная шелковица, черного цвета ягоды. Но из-за сильной обрезки теряется урожай. То есть с такого дерева мы снимали стакан ягод. Но вот чем больше обрезка, тем меньше урожая. Поэтому берите штамп побольше. Вот так. Это мои три цветника, которые я вам хотела показать. Все бегло показываю, потому что дождь. Крапает дождь. И так будет всю неделю. Я сейчас работаю в теплицах. Подвязываю томаты. Подвяжу ее. Я вам обязательно покажу, что у меня там творится. У меня здесь готовится арка. На это будет уже другое видео. Здесь тоже моя красавица. Дает приросты. Из-за того, что с этой стороны росла береза, мы ее в этом году убрали. Она однобокая. Видите, здесь меньше крона. Здесь больше крона. Поэтому я здесь буду ее щипать максимально. А здесь весь прирост составлять, чтобы она выровнялась. Эта сторона пушистая, красивая. Потому что я ее щипаю. А здесь, видите, голо. Это из-за березы. Потому что береза давала тень. И она теперь однобокая. Но ничего, я ее методом прищипки выровняю. И все будет хорошо. Ну вот, у меня на сегодня все. Пишите комментарии. Я вам желаю всего самого хорошего. И подписывайтесь на канал. Мне это очень приятно. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok